Берегитесь операционных касс. Центробанк обнаружил в Москве десятки новых пунктов обмена валюты. Эти рудименты 90-х, запрещенные с 1 октября, просто поменяли вывески или продолжили бизнес под видом вполне респектабельных банков. В большинстве случаев не существующих. Для кого же тогда с ничего не подозревающих граждан взимаются комиссии и налоги? Дмитрий Афанасьев попробовал это выяснить. Операционная касса, она же обмен валют в самом центре Москвы, на Тверской. Режим работы круглосуточно. И день и ночь тут меняют деньги. Большие и маленькие. А 10 евро можно купить у вас? 10 евро. Менялы свой старый бизнес преподносят под новым соусом. Как таковые обменники с 1 октября вне закона. А вот операционные кассы, филиалы банков вроде бы разрешены. Правда, они не должны ограничиваться лишь обменом валют. Списки услуг обязательны. По крайней мере, приемы платежей и денежные переводы. А у вас коммуналку можно оплачивать? А вы сейчас с какого-то банка, да, работаете? От какого? Пром-кредит банк. Загадочный пром-кредит банк действительно существует. Точнее, существовал. Его лицензия была аннулирована полтора года назад. Информация об этом есть на официальном сайте Центробанка. Списком легальных операционных касс главное финансовое управление уже поделилось с милицией. Московским ГТУ Банка России была направлена информация в ГУВД по городу Москве о перечнях и реквизитах структурных подразделений банков, действующих на территории Москвы и Московской области на законных основаниях. И теперь правоохранительные органы знают, что те точки, которые не вошли в эти списки, они работают незаконно. Правда, списки Центробанка в ГУВД обрабатывают слишком медленно. Служба 02 на сообщение о незаконных обменных операциях реагирует быстро. Но эффект от приезда КПС небольшой. Инспектор имеет право лишь пообщаться с кассиром через стекло. От какого банка, по какому праву она здесь работает, заявила, что мы должны разбираться только с менеджером. Этот обменный пункт, которого нет в списке легальных, расположился прямо по соседству с аптекой. В валютной операции с наличными его клиентам лучше запивать кровололом. Постоянный обман. Обманывают? Конечно, постоянный обман. Каким образом? Какие-то налоги скрытые берут. А не подскажете, вы от какого банка работаете? Уникум-банк. Уникальный уникум-банк работает только в воображении кассира. Банк со схожим названием Уникум действительно когда-то существовал. Но вот незадача. Его лицензия была аннулирована 7 лет назад. Та же самая операционная касса, в которую инспекторы ППС наведывали с прошлой ночью, сегодня по-прежнему открыта. Здесь рады клиентам. А вы работаете, да? Несмотря на все черные и белые списки Центробанка, в Москве по-прежнему работают сотни обменных пунктов. По самым скромным оценкам, доход каждого из них от 10 до 20 тысяч долларов. Выгодный, чаще всего криминальный бизнес, процветает. Дмитрий Афанасьев, Василий Мальцев, Александр Чуканов. Вести. Москва. Редактор субтитров А.Семкин